всем привет уже скоро заход солнца и я планировал сегодня сделать тест трех антенн это логопериодическая антенна от SATCOM и две антенны энергия 0,7 метра и метр антенны энергия выполнены из алюминия полностью рефлекторы тоже выполнены из алюминия все это так выглядит хорошо и качественно мне нравится конструкционно SATCOM выполнены из стали однако мне нравится конструкция она так выполнена видите немножко я директора и погнул при транспортировке однако это однако эта антенна по уровню сигнала мне нравится я уже несколько раз их ставил хорошее конструкционное решение вот посмотрите как выполнено место подключения кабеля к антенне шикарно антенна от SATCOM немного дешевле по ценам я ссылки оставлю внизу под видео а вот энергия посмотрите полностью из алюминия шикарная конструкция и сейчас посмотрим как они себя покажут в работе и так а вот я установил антенну SATCOM добился максимума сигнала и посмотрим какие результаты нам покажет эта антенна забегу на вперед и скажу очень даже неплохие как для этой антенны и так 38 канал сила 37 процентов качество 63 процента сигнал шум 26,8 децибел напряженность 37,3 децибел микровольт на 41 канале сила 31 процент качество 59 процентов сигнал шум 23 децибела напряженность 39 децибел микровольт на 51 канале сила 38 процентов качество 71 процент сигнал шум 28,7 децибел напряженность 39,4 децибел микровольт и на 54 канале сила 34 процента 35 процентов качество 58 процентов сигнал шум 23 8 децибела напряженность 35 1 децибел микровольт следующая антенна это энергия 07 метра она уже настроена точно на телевышку я добился максимума сигнала и сейчас будем и сейчас посмотрим на ее результаты и так энергия 07 сила 39 процентов качество 73 процента соотношение сигнал шум 29 2 децибела напряженность 39 8 децибел микровольт 41 канал сила 35 процентов качество 66 процентов сигнал шум 26 половиной децибел напряженность 35 1 децибел микровольт на 50 первом канале сила 41 процент качество 73 процента сигнал 28,2 дБ, напряженность 41,1 дБ микровольт. Вот такие результаты. Теперь посмотрим, что покажет нам энергия метровая. Теперь я установил метровую энергию, направил ее точно по максимуму сигнала и посмотрим, какие результаты покажет нам метровая энергия. А метровая энергия нам показывает такие результаты. Сила 40 процентов, тут прыгает, 40 процентов, качество 72 процента, сигнал шум 28,7 дБ, напряженность 39,8 дБ микровольт. 41 канал, сила 35 процентов, качество 64 процента, сигнал шум 26,5 дБ, напряженность 35,4 дБ микровольт. На 51 канале сила 39 процентов, качество 74 процента, сигнал шум 29,8 дБ, напряженность 39,1 дБ микровольт. И на 54 канале сила 34 процента, качество 59 процентов, сигнал шум 24,9 дБ, напряженность 34,9 дБ, напряженность 35,1 дБ микровольт. А теперь давайте подведем итоги. Результаты в общем-то неплохие. Я вот сделал все результаты в одну табличку, ясное дело лидером оказалась метровая энергия, однако по уровню сигнала она совсем немножко, совсем немножко обскакала антенну энергии 0,7. Поэтому если у продавцов энергия метровая стоит гораздо дороже, чем энергия 0,7, нет смысла переплачивать, достаточно будет взять энергию 0,7. Что касаемо антенны с отком, она тоже в принципе показала неплохие результаты, однако в принципе даже теоретически она будет хуже, так как там меньше элементов, меньше длина. И если то антенны волновой канал с рефлектором от олого периодической антенны, ясное дело, что все-таки волновой канал будет немножко лучше. Но все результаты я не стал сводить в общую таблицу турнирную, так как заметил интересную особенность. Согласно этим данным сейчас антенны энергия 0,7 и антенны энергия 1 метр принимают сигнал лучше, чем двухметровая, двух с половиной метровая энергия. Это в принципе нереально и я связываю это с чем? Дело в том, что уровень сигнала тоже может зависеть от температуры воздуха, от других факторов. Тогда я замеры делал весной или скажем так ранним летом, когда было попрохладней. Сейчас уже другая температура воздуха и ну действительно это будет как-то, я считаю, не объективно. На этом все. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео, а также все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!